Короткий рассказ. Называется «Была весна». Была весна. Мы сидели в маленьком скверике, слушали, как лопаются на деревьях почки и молчали. Изредка она поднимала пушистые, нежно подрагивающие ресницы и обволакивала меня солнечным взглядом своих восторженных глаз. Я для нее был Иваном Царевичем. Она для меня Василисой Прекрасной. И все было чудесно, пока на соседнюю скамейку не присел бабушка с плачущим внучком. Миленькая такая бабуся. Ути решил развеселить бабуся-внучка, какой дядя сидит, и показал на меня. Внучек не развеселился. Ути какой у дяди носик, озабоченно пропел бабуся. Посмотри, какой длинный у дяди носик. Как у Буратино у дяди носик. Помнишь сказку про Буратино? Внучек кивнул и заинтересованно глянул в мою сторону. А посмотри, продолжал бабусь, какие у дяди ушки. Ути какие большие у дяди ушки. Как у слоника в зоопарке у дяди ушки. Ушки мои вспыхнули и засветились двумя красными фонариками. Я их потрогал и чуть не обжегся. Василиса прекрасно и заметно поскучнела. Я решил отвлечь ее внимание и громко сказал, погода-то какая сегодня хорошая. И услышал, а глазки, посмотри, какие у дяди глазки. Ути какие маленькие у дяди глазки. Солнце-то как светит еще громче, сказал я. Как у мышки у дяди глазки. Внучек сиял. Погода-то не сдавался я. Совсем лето. А волосики-то? Ути какие реденькие у дяди волосики. Можно сказать и нет совсем у дяди волосиков. Нет и не надо, не выдержал я. Не в этом счастье. Главное, чтобы человек был хороший. А голосок-то голосок. Ути какой неприятный у дяди голосок. Какой противный у дяди голосок. Как у Кощея бессмертного у дяди голосок. А зачем он, дядя, приятный-то? Дядя не певец, не Магомаев. Куликов моя фамилия. Ути какая смешная у дяди фамилия. И тут мое терпение лопнуло. Хватит, бабуся, закричал я. Хватит или я за себя не отвечаю. Ути какой нервный дядя. Сказал напоследок бабуся. Подхватил радостного внучка и заспешил к выходу. Она ушла, а я остался. Но только уже один без Василиса Прекрасной.